Для матери все сыновья очень хорошие. Все. Может были косяки, но это мелочи. Вот уже почти год, как Райха Назарипова, ее сноха и четверо внуков остались без главы семьи. 6 апреля 2022 года не стало Эльмира. На момент смерти ему был 41 год. Все началось с того, что сына пенсионерки стали беспокоить боли и тошнота, с которыми он обратился в больницу, рассказывают члены его семьи. Он когда пошел второй день уже, мама, наверное, я сегодня не приду. Он думал, наверное, просто его примут уже. А потом уже Ольга начала извести, что его нет. По рассказам супруги Эльмира, Ольге, когда мужчина приехал в 22-ю больницу, его не обследовали, и он вернулся домой. А на следующий день, когда боли не прекратились, его забрала карета скорой медицинской помощи. Если бы мы его мужа приняли раньше, он остался бы в живых, считает Ольга Зарипова. У него, получается, уже 2-го числа разорвался аппендицит, и уже третий день, получается, ходит с разорванным аппендицитом. Это вы предполагаете? Это я знаю, что так было. Потому что, когда потом ему сделали операцию, я уже звонила в реанимацию. Мне реаниматолог говорит, что его отвели на операцию, все нормально, операция прошла успешно. У него, город, случился перитонит. Опять же, по документации никакого перитонита нет. Он как будто бы умер от инфаркта сердца. Что же стало причиной смерти Зарипова, не знают по сей день. У мужчины были и свои серьезные хронические заболевания, в том числе и гепатит. Следственный комитет по республике Башкортостан сейчас проводит проверку. Ведом все заявили, что ждут результатов суд медэкспертизы. По факту смерти мужчины в одной из больниц города Уфы органами следственного комитета проводится проверка. В настоящее время назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мы направили официальное обращение в адрес Министерства здравоохранения, но там оперативный комментарий не предоставили. По закону на запрос редакции в ведомстве обязаны ответить в течение семи дней. А что касается развязки истории, то свет на это дело смогут пролить лишь результаты судебно-медицинской экспертизы. Мы будем следить за развитием событий.